Существуют характерные черты функционирования бизнеса и управления предприятием, которые приводят к банкротству. Выделяют три стадии этого процесса. На первой стадии обнаруживаются недостатки принятия управленческих решений, например, при авторитарном стиле руководства, а также низком уровне менеджмента и недостатке учета и контроля. На второй стадии принимаются ошибочные финансовые решения при высокой доле заемных средств, чрезмерном расширении производства и сфер деятельности и при принятии крупных инвестиционных проектов. На третьей стадии проявляются симптомы возможной неплатежеспособности, ухудшаются показатели деятельности, в отдельные периоды времени выявляется недостаток оборотных средств. Ранние признаки банкротства, являющиеся одновременно экономическими, финансовыми, юридическими и даже психологическими аспектами общего состояния фирмы могут вылиться в конкретные причины ее несостоятельности. В связи с этим различают формальные и неформальные признаки банкротства предприятия. По этим признакам можно оценить ухудшающее финансовое состояние предприятия, которое указывает на возможное предпанкротное состояние. Формальный признак банкротства того или иного предприятия представляет собой его неплатежеспособность, то есть неспособность отвечать по своим обязательствам. В соответствии с законом о несостоятельности и банкротстве, юридическое лицо считается неспособным удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Неформальные признаки банкротства исследуются по двум направлениям. Признаки, нашедшие свое отражение в бухгалтерской документации, и те, которые не подлежат оценке. К признакам предбанкротного состояния, имеющим отношение к бухгалтерии, можно отнести низкое качество и неуполнение сроков представления бухгалтерской отчетности, регулярное предъявление претензий контролирующими органами. Такая ситуация может сигнализировать о неэффективной работе финансовых служб, неудачном построении информационной системы, и, конечно, в этом случае может увеличиваться вероятность принятия неэффективных управленческих решений. Тревожным сигналом является увеличение доли дебиторской задолженности, это задолженность покупателя в активах предприятия, а также увеличение сроков ее погашения. Наличие таких признаков может свидетельствовать о неразумной кредитной политике, либо об отсутствии работы с дебиторами. Анализируются данные о материальных запасах, то есть запасы готовой продукции, сырья, материалов, а также незавершенного производства. Здесь подозрительным является не только резкое увеличение запасов, которое означает затоваривание, но и резкое их снижение. Последнее может означать перебой в производстве и снабжении, и быть следствием неуполнения обязательства поставкам. Поводом для беспокойства является увеличение задолженности по зарплате сотрудникам, задолженности акционерам и задолженности перед бюджетом. Признаки предбанкротного состояния предприятия, не нашедшие своего отражения финансовых документов, то есть не подлежащие оценке, являются более ранними по времени, а реагирование на них, соответственно, более эффективно для предупреждения кризисных ситуаций. Анализ управленческих решений может выявить изменения в практике управления. Это когда руководство вводит излишнюю фрагментацию функций или, наоборот, усиливает их концентрацию узкого круга лиц, неоднократно решает проблемы, об окончательном решении которых было заявлено ранее, медленно реагирует на изменения в рынке. Редактор субтитров А.Семкин